Я бы хотел пообщаться со своими дедами той эпохи. Вот деда, ветеран Отечественной войны, я застал, я мог с ним общаться, разговаривать, что-то от него перенимать, узнавать, но касаемо предков более древних времен, именно эпохи 12-го года, это уже невозможно. Но можно к этому стремиться, можно изучать тему, изучать материал и какие-то вещи понять для себя. Вот, собственно, этот интерес меня и сподвигнул. Шить русские мундиры, участвовать в мероприятиях на Бородинском поле. Давайте поговорим про оружие, чем был вооружен русский воин. Да, пожалуйста. Это обычный вопрос, чем вооружался пехотинец на Бородинском поле. Это было кремневое ружье, можете его подержать в руках. Вес порядка 4,5-5,5 килограмм. Такое увесистый. Достаточно мощный калибр. Современный калибр, это порядка от 16 до 19 миллиметров. Это сравнимо со скорострельными пушками, с авиационными орудиями. А 16-19, откуда такой разлёт? То есть не было стандарта? Нет, смотрите, там проблема шла от боеприпаса. Сам по себе патрон, так называемый, тогда был уже унитарный патрон. Он представлял из себя бумажную гильзу, в которую вклеилась пуля. И насыпался порошок, порох. Можно себе представить, что бумага была гидроскопична, даже если она пропитана маслом. И, соответственно, от погоды зависела влажность состава порохового. Соответственно, разная мощность. И можно себе представить, что у кого-то более влажные заряды, у кого-то более сухие. Что можно говорить о меткости? Сложно всем стрелять метко. Поэтому было принято такими боеприпасами стрелять из гладкоствольных ружей, стрелять на короткой дистанции, порядка 300 шагов, эффективный огонь. От 300 и ближе. Это 100-200 метров. Да, да, да. И стрельба производилась залпами. Самая эффективная стрельба была залпом. А сделать организованный залп можно только строем роты, строем взвода, строем батальона. Одиночная стрельба допускалась. Можно сказать, что были в армии меткие стрелки. Были они в егерских полках, были в пехотных, в кренодерских. Их все знали. У них, конечно, ружья были пристреленные. Были штуцера в русской армии. Их было немного. Штуцер, сейчас я вам расскажу. Это похожее оружие, но с более коротким стволом. И в стволе есть нарезы. Причем нарезы не в современном понимании, когда идет круглый калибр, а в нем такие бороздки. Нет, это мог быть восьмигранник, выкрученный вот так. И пуля могла быть такая же. То есть можно представить, насколько сложно было зарядить такое ружье. В музее в Тульском я вижу треугольное сечение ствола. Да. Это штуцер. Угловатая. Это да, это штуцер. Совершенно верно. Это штуцер. Тогда еще не было понимания, что достаточно только нарезов. Считалось, что пулю надо раскручивать даже вот таким образом. Следует сказать, что эти бойцы, вооруженные штуцерами, у них и боеприпас был, соответственно, обязательно пропитанная маслом бумага для гильзы, более точно подогнанные пули по размеру. Потому что по пулям, которые находят на Бородинском поле, можно судить, французские или русские. Русские более грубые выделки. Делали их скоро, быстро. И зачастую там есть кусочек летника, который откусывался не под самую пулу, а чуть больше. С одной стороны, как бы это некрасиво, но с другой стороны, более страшная рана от такой пули. А эффективность стрельбы попадания одинаковая, что французская, что русская. Как происходила зарядка? Вопрос заряжания. Все это делалось на 14 приемов. Там было 14-17. Есть руководство 1796 года, Павловское. Потом учение ротное есть 1811 года. Где описан процесс заряжания ружья. Дело в том, что учили солдата-рекрута молодого воина индивидуальной зарядки оружия. По всем темпам. И когда в строю это происходило, все происходило гораздо быстрее на более краткие команды. Когда на одну команду выполнялось несколько темпов. Заряжание производилось в положении на плечо. Нужно под приклад. К стрельбе, то есть, ружья перед собой, ружья плашмя. Так, у нас вот тут, видите, такой чехольчик. Это предохранитель этих лет. Так, сейчас мы наденем. Ох! Ну, представим, что наден до конца. Крокс. Опаньки. Видите, он взводится на первый взвод. Там два взвода. Да, два взвода. Один, как бы, первый взвод и второй взвод боевой. Первый, это когда приготовлено оружие к стрельбе. Вот, дальше. Чехлы долой. Снимается заряд и открывается полка. Полку вскрой. К заряду. Солдат руку заводит за спину, открывает патронную сумму, достает. Вот это. Совершенно верно. Достает двумя пальчиками патрон. Патрон перед себя. Скуси патрон. Происходит скусывание патрона, сплевывание бумажки. То есть, из этого история, что солдаты брали только людей с передними зубами, чтобы скусывать патрон. Но в итоге считали, что зубы от этого портились, от того, что он скусывал патроны. Порох, он камень фактически. Он твердый и там агрессивная селитра, уголь. Скучный патрон держался перед собой. Потом порох на полку сыпь. Засыпался порох на полку. Закрой полку. Полка закрывалась свободными пальцами. Патрон в руке. Далее, обороти ружье. Ружье поворачивалось таким образом. Порох в ствол. Порох засыпался в ствол. Тут же с бумажкой пуля заправлялась в ствол. Далее, шомпол, вон. Вынимался шомпол. Акороти. Он оборачивался. Прибей заряд. Прибивался заряд. Тут я не могу. У нас шпиленная реплика, как положено, по всем законодательным актам. Далее, шомпол, вон. И это все отдельные команды? Шомпол. То есть, каждое движение это отдельная команда? 17 темпов. 17. Или 14. Там некоторые пропускались. Зависит от того, как учили и где. Дальше шомпол в ложу. В ложу забивается. Дальше подвысь. Опа. Берется вот так вот. Следующий момент. Кладь. Цельсь. По команде цельсь заводился курок на боевой стаоса. И по команде пли нажимался уже спусковой крючок. Дальше. Вот это называлось гусь. С тисочками. Куда крепился кремень. В специальной оплетке свинцовой. Он бил по огниву. Высекалась искра. Она попадала на полку. Происходило воспламенение пороха на полке. Через отверстие затравочное проникало внутрь. Воспламенялся заряд и выталкивал пулю. Все. Пять-шесть залпов. И от дымного пороха забивалась затравка. Забивалась полка. Когда полка забивается. Закрывать ее вот этой штукой от огнива. Уже проблематично сцепается порох. Вот. И следовала команда следующая. Протереть полки. Заменить кремния. Это делалось. Если на это время не было, то все. Пехота шла уже в штыковую атаку. Вот это считается батарейный замок французского типа. Появился он якобы у французов еще в конце. В конце 17 века. Такие замки появились на русских ружьях в эпоху Петра I. И вот они прослужили. Со времен Петра особо ничего не поменялось в оружии. Да. Грубо говоря. Считается, что на Бородинском поле присутствовали еще петровские ружья. С тех времен. Они могли быть с переделанными ложами, с переделанными вот этими антабками, с другими ремнями. Но тем не менее, петровские замки, они встречались. Вот. И следует сказать, что в эпоху Николая I есть труд Гогеля, генерал-майора, который подвел итоги универсализации кремневых замков и кремневых ружей. И он считал, что такой замок может служить 200 лет. В русской армии много было импортного вооружения, когда заказывали ружьи в Англии. Браунбесы, допустим. Вот. Если брать там московский гренадирский полк, там было много ружей английского образца. И это было нормально. Вот, кстати, по английскому образцу реплика сделана. Ну, а на чем отличается? У нее нет вот этих вот капуцинов, перехватов латунных. Ствол лежит в ложе, он за счет шпилек держится. Тут шпильки просто вставлены. Вот. И штыковые трубки такого образца. Здесь кого-то калибр. Больше, да. Тут порядка двух сантиметров. Но это, естественно, реплика макет. Это пушка какая-то. Ручная. Ну, практически, да.